Один из моих любимых полистов, полист диагностика. Сейчас мы туда добавим про Wi-Fi ролик. Смотрите, какого мутанта еще принесли. Попозже будем делать мотоциклетный навигатор. Старый, что угодно, представляете, там уже что-то гик или полтора памяти было. Что вообще в принципе редкость. Обычно 8 мегабайт туда ставили и все. Но видео не об этом. Сегодня неисправность у телефона. Когда у нас не включается Wi-Fi, либо включается, телефон тут же зависает и перезагружается. Вариантов масса. Это может быть как на Android, так и на iPhone. Встречается и там, и там. Включаем Wi-Fi хоть через шторку, хоть так, хоть в безопасном режиме, хоть в каком режиме, хоть стоя на голове, он все равно не включается. Либо если включается, показывает сеть и зависает на Гоха. Также он может перезагружаться в этот момент. При включении Wi-Fi мы такой планшет делали Fujitsu. Красный такой большой, не помню. В полюсе Fujitsu, по-моему, был. Никак себя не ведет, никак себя не проявляет. Wi-Fi не подключается. Обязательно вы должны зайти в таком случае в Bluetooth. И посмотреть, есть ли такая же движуха с Bluetooth. Если Bluetooth так же точно не включается, то дальше можно в принципе обычно не продолжать. Эта неисправность будет явной, которая обычно не лечится. Ее физлицом, естественно, в сервисе вам могут помочь, но, как правило, это большая проблема. Bluetooth у нас тоже не включается, как мы видим. Нифига, он тоже зависает. Забегая вперед, скажу, что еще не работает связь. Такое может быть в нескольких случаях. Запоминаем. Могут отсутствовать MAC-адреса. И то, Bluetooth работает вообще практически в любом положении. Если нет MAC-адреса, он какой-то себе рисует. У Wi-Fi такое может быть, если нет MAC-адреса, но он все равно будет пытаться подключаться. Он хотя бы сети будет видеть, если MAC-адресов нет. Могут быть какие-то проблемы, конфликты в сети и так далее, но хотя бы сети он видеть будет. Это что касается MAC-адресов. Могут прошить, убрать серийные номера, не зашив их обратно, подумав, что не надо, и в том числе не зашив MAC-адреса. Если этот телефон не пылевлагозащищенный, такое может быть из-за воды. Влага попала на плату, создала какие-то окислы, высохла уже, естественно, не в жидком состоянии. Создала окислы, идет замыкание, какие-то соседние дорожки замыкают, какие-то элементы перегреваются, также точно находятся в коротком. В таком случае необходимо разбирать аппарат, чистить от воды. Такое тоже встречалось, но очень редко. Чаще всего виноваты контроллеры. Контроллеры – это микросхема. Естественно, это же пололиз диагностика, он для всех, поэтому русским языком. Это группа микросхем на плате, либо одна большая микросхема, которая объединяет в себе сразу несколько элементов. На плате она выходит из строя, она может быть бракованной, она может выходить из строя в результате удара, она может просто отслужить свой срок. И из-за воды. Ну, по воде я вам уже сказал. В таком случае начинается разбор телефона, разбирается телефон, но до разбора вы можете попробовать сделать сброс настройок. Обычно в таких случаях он не помогает. Ну, вот на Fujitsu на том один раз он даже помог, но ненадолго. День он проработал, их стали его выдавать, и он опять так себя ведет. Поэтому делаем сброс настройок. Заходим в настройки, информация об устройстве, о телефоне, сброс заводских настроек. Все удалится с телефона, телефон будет чистый, но при этом проблема может частично решиться. Прошиваться сразу телефон бросаться не стоит. Не стоит тратить свое время и ресурсы. Обычно сброс настройки помогает. Таким образом вы просто исключите проблему с программным обеспечением, то есть исключите ее из цепи всех событий. Дальше. Разбирается телефон, смотрится где стоит контроллер. Если контроллер сильно перегревается, его можно попробовать перекатать. Реболинг, перекатка микросхемы, она обычно на шарах. И ее перекатка может в некоторых случаях помочь. Но это скорее исключение, чем правило. Но с перекатки в любом случае нужно начать, потому что микросхему где-то надо заказать, купить, еще что-то, какие-то вот такие нюансы. Отвлекли звонками. В общем, если начинать, то начинать с ПО, со сброса настроек, можно даже не прошивать. Затем нужно попробовать сделать реболинг, то есть перекатать эту самую микросхему, а потом приступать к самому стрёмному. Так, блядь, завалите нахуй оба! Не дают, блин, снимать. Ну а самым грустным вариантом является замена этих самых микросхем. В частности, замена контроллера Wi-Fi, в котором может сидеть и Bluetooth, все в одном, вот, а могут быть и по отдельности. Это не всегда экономически целесообразное занятие, потому что сама микросхема может стоить, ну, она может и за 100 рублей, но чаще всего где-то 300-400 рублей она стоит. Ее в городе фигде найдешь, ну, какой-нибудь e-chips, но чаще всего приходится с Алишки заказывать. Заказывайте с Али, она может прийти, вы можете ее перекатать, и даже, представим, что вы перекатали ее правильно, она может быть нерабочей. Дело может быть не в ней. То есть, еще есть ряд факторов. То есть, дело, например, будет в процессоре, или она сама бракованная, эта микросхема. Вы промучились, плату греете, катаете, и нифига. Также точно рядом могут стоять ряд элементов, которые греть нельзя. Может быть, какая-то модемная часть, как, например, у iPhone. Рядом там, например, проц. Бутербродом еще с чем-нибудь. Все это под компаундом. И в итоге, вместо замены контроллера Wi-Fi, вместо того, чтобы починить себе сети, вы добиваете телефон окончательно. Эту процедуру вообще рекомендую настоятельно использовать только сервисным центром. Значит, по порядку. Сброс. Смотрите MAC-адреса. При необходимости их восстанавливаете. Затем разбираете, смотрите воду. Разбираете, смотрите, что греется. Перекатываете контроллер Wi-Fi. Если он совмещен с блютузом, если нет, то и то, и то катать. Модемную часть, в частности, возможно. Если не получается, то менять, потому что перекатка может помочь лишь на короткое время. Если не получается поменять, либо что-то идет не так, ну тогда только замена платы. Например, на некоторых аппаратах она экономически будет нецелесообразна, потому что новая плата может стоить столько, сколько стоит сейчас хороший Xiaomi на том же Алишке или на eBay. Это был очередной ролик в полисте диагностика, в котором мы просмотрели случай, когда не включается Wi-Fi, либо при подключении к Wi-Fi телефон зависает, перезагружается, выключается. Все ссылки на мои социальные сети, все ссылки на мои лучшие поли-листы есть в описании. Также там есть в описании под роликом ссылки на все мои каналы. Не забываем подписаться и поделиться этим роликом. Все самое важное, интересное, полезное из канала в нескольких поли-листах это поли-лист «Любая прошивка», поли-лист «Диагностика» и поли-лист «Полезная». Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал.